Привет, друзья! Как я и обещал, давайте мы сегодня с вами приготовим сыровяленую утиную грудку. Невероятный вкус! Если вы попробуете его сделать, то будете абсолютно довольны. Достаточно просто готовиться. В общем-то, единственное, что нам нужно, всего лишь несколько недель для того, чтобы она созрела, проферментировалась и подсохла. У себя в ресторане это блюдо мы не выводили из меню в течение многих лет. Оно было очень популярно, так скажем, в бестселлер. И люди, которые приходили и спрашивали, что такое вяленая грудка, официанты говорили, что это типа прошутто. Так у нас это и прижилось, типа прошутто. Это французский рецепт. Что нам для этого нужно? Нам нужно две грудки. Вот хорошие толстенькие грудки. Это обычная утка, которую я купил в магазине и отделил эту грудку. Как определить, сколько нужно соли для того, чтобы засолить сало, мясо, сделать сыровяленую колбасу? Определяйтесь таким образом. 3% от веса мяса. Давайте приготовим наш маринад. Мне нужно в среднем 22 грамма соли. Затем пол чайной ложечки черного перца горошка. Размолим его в ступке. И я положу сюда несколько ягод можжевельника. Все это мнем. Затем, для того, чтобы получить настоящий французский вкус нашей утки, мы возьмем где-то две небольших веточки розмарина. Несколько веточек тимьяна. И если у вас есть эстрагон, одну-две веточки эстрагона. Это тархун. Все это режем. Не важно, как вы порежете, такими произвольными кусочками. Все сюда. Давайте замаринуем наши грудки. Берите металлический контейнер или же стеклянный контейнер. Как вы помните, пластиковые контейнеры я не одобряю. Нужно их убрать все из холодильника и заменить на профессиональную посуду. Смешали наш маринад. Немножко посыпали на дно. Берем грудку. Посыпаем ее мясо. Так. Кожей вверх. И полностью покрываем ставшейся солью кожу. Вот что у нас с вами получилось. Оставляем в холодильнике. Вот она, отошла жидкость. Сок. Грудки стали плотнее. Видите, потемнели. То есть двое суток в соли. Мы должны ее обсушить. Возьмите бумажные салфетки. Если у вас нет бумажных салфеток, используйте просто кухонные полотенца. Нет необходимости ее высушивать прям сухо-насухо. Достаточно просто смакнуть вот эту вот лишнюю влагу. Этого хватит. Прежде чем повесить утку вялиться, мы с вами сейчас сделаем специальную смесь, которая даст окончательный вкус этой замечательной грудки. Что нам для этого нужно? Во-первых, конечно же, ступка. Здесь я буду использовать чайную ложку черного перца. Бадьян. Буквально один кусочек. Гвоздичка. Раз, два, три, четыре. Четыре букетика. Добавляем мускатный орех. Натираем свежий. Вот у нас с вами мускатный орех. Это вот так вот. Много не надо. Помолим. Добавляем чайную ложку сухого чеснока. Чайную ложку перца чили. Сладкая паприка. Чайная ложечка. И нам нужна корица. Совсем немножко. Если вы будете делать первый раз эту утку, пожалуйста, используйте все специи, которые я сейчас вам предлагаю. Попробуйте первый раз. Многие скажут, корица, нет-нет, только с булками, печеными яблоками, только для десерта. Поверьте мне, корица это прекрасная специя вот для таких вещей. Где-то вот так вот. Видите? Теперь давайте все это смешаем. Вот, получилась у нас такая с вами смесь. Теперь берем утку и в этой смеси вот так вот купаем. Всю смесь не обязательно использовать. Вот что прилипло к коже, этого достаточно. Вот она у нас как выглядит. Вот так вот. Наша утка готова для того, чтобы ее повесить в холодильник, сушиться. Используйте чистую марлю. У меня где-то здесь 90 сантиметров длина и 35 сантиметров ширина. Обратите внимание, когда вы будете вешать в холодильник, вешайте толстой стороной наверх. Так, чтобы сок спускался вниз. Если вы повесите тонкой стороной кверху, то эта часть, она слишком быстро высохнет и слишком будет пересушена по отношению к другой части утки. Плотно не обязательно заматывать. Хорошо. Одна готова. Давайте вторую. Сегодня у нас 27 июня. 27, 6, 19. С этого числа, с этого числа, мы с вами вешаем это в холодильник. Температура в холодильнике допустима для того, чтобы утка созрела и мы получили правильный вкус. В среднем от 5 градусов до 13 градусов тепла по Цельсию. Сейчас я покажу, как нужно повесить ее в холодильник. Минимальная это 14 дней, то есть 2 недели. Если она будет достаточно мягкая, сочная и допустима уже кушать, 3 недели она будет посуше. Но лично мне и мы в ресторане делали 4 недели. Она была посуше, она действительно похожа была на парашюту. Итак, сейчас я вам покажу, как нужно повесить ее в холодильник. Вот так вот. И все. Теперь вы будете точно знать, когда вы ее повесили. И по календарю определите. Прошло 4 недели, достаете и наслаждаетесь. Итак, вот наша грудка. Она провисела в холодильнике и провелилась месяц. Давайте посмотрим, как она выглядит. И так вот, посмотрите, какая она плотненькая, красивая, сухая. Месяц провисела в холодильнике. Опа. Ну вот. Если бы вы могли почувствовать аромат. Невероятно. Ну что, давайте попробуем. Нужно нарезать очень тоненько. Ну, посмотрите, какая красота. Невероятный аромат, вкус. Я считаю, что самое лучшее время, это, конечно, один месяц. Меньше не надо. Исключительный вкус. С белым вином, допустимо. С красным вином. Ну и с пивом, конечно. Ну и с водкой. И с каникул. Можно и вообще без алкоголя. Конечно же, вы можете положить на хлебушек с маслом белую булочку. Сделать какие-то канапе. То есть, массу вариантов сделать какие-то салаты. Если вы любите паршюта, то вы знаете, что сыровяленые такие вот вещи, или вот как вот утка, очень хорошо сочетаются со сладким. Например, вот я буду сервировать это с дыней, с грушей, виноград, грецкий орех, сырок и так далее. Сейчас я вам покажу то блюдо, которое мы подавали в ресторане. С чего мы начнем? Сейчас мы с вами сделаем сырные хлебные палочки. Нарезаем вот такими вот, видите, брусочками. И будем сейчас запекать с вами в духовке. Немножко оливкового масла. И мак. Много масла нет необходимости лить, потому что мы с вами будем еще опускать эти палочки в сыр. Ставим в духовку 180 градусов в среднем на 10-15 минут. Следите так, чтобы хлеб не сгорел. Нам нужно добиться, чтобы он стал коричневым и высох, хрустящим. После этого я вам покажу, что мы будем делать дальше. Итак, следующий момент. Наши крутоны сушатся. Мы сейчас с вами сделаем карамелизованный орех, грецкий орех. Добавляем, где-то здесь у меня, ну, 3-4 столовых ложки ореха. Я добавляю 2 столовых ложки тростникового сахара. Щепотку корицы. На сковородку. Огонь не должен быть сильным. Я вам рекомендую не отходить в этот момент от этого блюда, потому что сахар быстро тает и может подгореть. Ммм, какой запах! Когда вы попробуете сделать такой орех, вы сами решите для себя, сколько добавить сахара. Но для нашего блюда нет необходимости использовать много сахара. Нам нужно, чтобы орех слегка был окутан сахарной пленкой, так, чтобы сахар выразил его оригинальный вкус. Отлично! Все, готово! Мы будем сервировать нашу утку с этим орехом. И даем постоять и остыть. Попробуем. Класс! Давайте проверим, как поживают наши крутоны в духовке. Прошло 10 минут. Вот, видите, они уже подсохли. Давайте мы их перевернем. Нам нужно добиться так, чтобы с двух сторон они выглядели именно вот так вот. Вот таким обладали цветом. Давайте поставим еще на 5 минут. Крутоны готовы. Обваливаем их в сыре. Я здесь использовал 4 вида сыра. Пармезан, мимолет, груьер и старый Амстердам. Каждый из этих сыров очень выразительно имеет аромат. И после запекания наши палочки, хлебные палочки с сыром будут просто невероятные. Ставим еще буквально на 2-3 минуты. Посмотрите, какие симпатичные штучки получились у нас с вами. Наша утка готова. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Вот таким вот образом мы подавали у себя в ресторане. Вот здесь у нас получаются фрукты. Я их полил слегка лимонным соком, для того, чтобы они не потемнели. Добавил ложечку меда. Это чили джем. Этот соус я дам вам внизу, ссылку, посмотрите. Замечательный соус. Вот это наши карамелизованные орешки. Уточка. И наш хрустящий сырный хлебушек. Это блюдо было бестселлер в нашем ресторане. Итак, друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Жду вас на следующей неделе. До свидания. Пока.